Сильный снегопад не помешал гостям праздничного мероприятия собраться на столь значимое для поселения событие. Непогода лишь сократила время церемонии открытия нового детского сада, но не смогла скрыть от присутствующих особенную архитектуру здания и прилегающую территорию. Такого красивого здания нет. У детей ни одного города и посёлка страны. Это действительно уникальное сооружение. Таких замков я ещё не видел, хотя проехал всю страну и не только в страну. После коротких поздравительных речей была торжественно перерезана красная лента. И праздник продолжился уже в светлом и просторном холле детского сада. Воспитанники соседнего дошкольного образовательного учреждения «Капелька» подарили ребятам и взрослым свой танец. Ещё одним подарком жителям страны детства стали мягкие игрушки – герои известных мультфильмов. После чего маленькие гномики передали символический ключ от дверей замка строителю. Сегодня детский сад с обхозом имени Ленина – один из лучших объектов в Московском регионе. Всё лучшие дети! По окончании официальной части церемонии открытия дошкольного учреждения гости отправились с экскурсией по замку детства. Они заглянули в группы, дизайн которых индивидуален и соответствует названию. Комната для занятий и игр здесь светлые, раздевалки просторные, санузлы полностью отвечают современным требованиям, а спальни уютные. Делегация посетила зал для занятий физкультурой со спортивными тренажёрами и музыкальный зал. Сегодня я побывала просто в необыкновенной сказке, в необыкновенном детском саде, где созданы такие уникальные возможности для того, чтобы дети развивали свои творчества, свои таланты. Я думаю, что на сегодняшний день это лучший детский сад Московской области. Здесь всё оснащено по последнему слову техники, начиная от учебных кабинетов и заканчивая группами, столовой и так далее. Действительно, этот детский сад говорит о том, что люди, которые его проектировали, строили, те, кто его задумал, очень любят детей. И очень важно, чтобы этот детский сад стал домом и для детей, и для воспитателей, и все, кто сюда приходит, почувствовали эту любовь. Новый детский сад стал не только украшением и гордостью посёлка. Его открытие помогло решить одну из главных проблем. На данный момент у нас полностью удовлетворены все дети, которые должны посещать детский сад в возрасте с трёх лет до семи. Нет людей, которые хотели бы посещать, и мы их не удовлетворили. То есть это наиболее важно. Кстати, среди воспитанников не только юные жители поселения. Путёвки в сад предлагают и родителям из соседних населённых пунктов. Ежемесячная родительская плата за пребывание ребёнка в этом детском саду такая же, как в других муниципальных учреждениях. Это стало возможным благодаря региональной субсидии и доплате из районного бюджета.